Чем отличается код разработчика-любителя от разработчика-профессионала? Давайте я сегодня попробую ответить на этот вопрос. Всем привет! Меня зовут Роман Сокутин, и в прошлом видео мы с вами обозревали говнокурсы в скобочках от UnityStory. Они написали нам в комментариях и заявили, что на самом-то деле курсы для детей, поэтому что вы докопались до нас. Ну и вы просили разбор кода, как сделать правильно, потому что как плохо вы уже посмотрели, а как будет хорошо. И сегодня я попробую сделать сравнение. Я возьму их проект и немножко перепишу его на свой лад, и покажу в чем разница, и попробую объяснить вам эту разницу. Я начал с контроллера корабля, так как это единственное место, где было какое-то вменяемое количество кода. Контроллер оказался хитрее, чем я думал, он состоял из нескольких фишек. Во-первых, корабль всегда докручивался от центра, чтобы проще было стрелять. Во-вторых, при движении корабль крутился в сторону движения, чтобы визуально было приятнее на это смотреть. Ну и, конечно же, он ограничивался областью экрана. Сделано это все было не очень хорошо, тем более ограничение, где вы вручную забиваете через скрипт область экрана, и она никак не считается в зависимости от разрешения. Осмысление первичное сразу дало свои плоды. Во-первых, в оригинальном скрипте очень много полей, почему-то все трехкомпонентные структуры разбиты на отдельные поля, я вообще не понял этого. И по названиям, и вообще, смотря на код, я долго не мог понять, зачем вот эти все перемножения, домножения, но чуть позже вы увидите. Я все сократил до трех полей, мне понадобилось всего лишь поле Speed, мне понадобилась ссылка на камеру, потому что мы через нее постоянно делаем проекции. И я завел вектор 3, movement, angular, offset, это насколько мы смещаемся по угловым показателям при движении. То есть как раз таки вот эта анимация тоже, возможно, не очень информативна, но уже лучше, чем x-move-rot, это рот в рот, вот так вот. Я убрал флаги isControlEnabled, потому что все вот это контролирование вынес в отдельные компоненты и убрал флаги, а вот этот x-move, y-move, потому что зачем это хранить в полях, не флаги, да, а поля. Зачем это хранить в этих полях, если это образует ненужные связи между методами. Первое, что я сделал, это ликвидировал временную связность, так называемую. Когда у нас группа методов связаны между собой полями объекта, и нам не совсем очевидно при работе с ними, какой метод, что используют. Вместо этого я сделал более чистые функции, они возвращают некие значения, и мы их куда-то кладем. То есть если мы посмотрим слева в оригинале, у нас появилось, у нас есть три метода. Это moveShip, rotateShip и fireGans. Я избавил, соответственно, из этого компонента от fireGans, у меня остался moveShip и rotateShip. И очевидно, что они связаны не полем, а значениями, которые передают друг от друга. Во-первых, мы определили метод move, который получает некий input, это насколько сдвинутся единицы, это полностью возможное движение в этом кадре, и 0 без какого-либо движения. И, соответственно, мы высчитываем там и поворотик аккуратненько, и аккуратненько позицию. Мы можем выделить подсчет поворотов в отдельный метод, но он опять-таки будет вызываться от move, и туда будет, вероятнее всего, передаваться тот самый input. То есть нет никакого смысла держать вот этот ввод в полях. Видите, как сделано, что мы в moveShip почему-то в поля заносим, в rotateShip работаем. И очевидно, что если мы будем вызывать rotateShip, что нам изначально нужно вызвать moveShip. И здесь это, конечно, не сделано в моем варианте. То есть если что-то нужно, оно явно передается через параметры метода. Следующий финтушами, который я провернул, это, конечно же, переосмыслил вот эту схему, когда мы должны повернуться на сколько-то. То есть мне вот это было непонятно, когда я смотрел, например, на строчки вот этот вот local position по x умноженный на y, или крот-фактор, плюс x move умноженный на y move в рот. Мне было очень сложно это осмыслить, но я поигрался, пересмотрел именно видеоуроки, и чуть-чуть догнал. Во-первых, вот этот доворот по фруструму нашей камеры, это не что иное, как поворот жопой в сторону центра экрана. Собственно, это и выражено в 14-й строчке на коде справа. Rotation from screen center. То есть сразу можно посмотреть на имя переменной, понять, окей, это поворот от центра экрана мы смотрим. Замечательно. Как мы высчитываем? Мы берем quaterion, метод look rotation и направление от именно центра. Все. Вот и вся магия. А как мы сделали анимацию, вот как мы ликвидировали этот y move в рот и так далее, домножение вручное? Ну, банально. Мы берем метод get movement rotation, передаем туда input, то есть в какую сторону мы двигаемся, насколько. И он нам высчитывает. А это не что иное, да, это мы высчитываем углы эйлера и получаем из этих углов quaternion. Просто берем вот эти вот заранее забитые углы, то есть, допустим, по x максимальный поворот, я там оказал 45 градусов в моем векторе, я беру просто, насколько я буду двигаться в этих нормализованных значениях от input'а, и получаю угол эйлера. А потому что я с этим делаю правильно? Два quaternion просто перемножаю. Мой некий базовый поворот от центра на анимационный поворот, чтобы докручиваться, и присваиваю как мой текущий поворот. Ну и последнее здесь это ограничение движения по экрану. Опять-таки здесь забивается максимальный и минимальный значение x, y. Я решил так не заморачиваться, ну потому что, блин, мне впаду каждый раз, когда меня разрешение вручную вбивать все эти значения. Я просто делегировал это классу camera, завел там метод clamp через методы расширения. Невероятно простой алгоритм. Мы смотрим две угловые точки, верхний, левый, нижний, правый угол, проецируем их в мир, и просто следим, чтобы наш вектор позиции текущей нашего корабля не вышел за эти две точки. И все. И опять-таки, да, очень адаптивно, очень удобно с этим работать. Input я тоже выделил, то есть у меня появился компонент Shemp и Ship Input, две ссылочки на Mover и на Gans, компонент, который ответственен за нашу стрельбу. Там такая логика, что мы пушки можем активировать или дезактивировать, при этом они стреляют сами. Соответственно, весь ввод от клавиатуры я спрятал в компонент Shemp Input и передача уже никаких нормализованных значений непосредственно до Mover или включения-выключения оружия. То есть Mover получает именно вот это нормализованное значение, насколько из максимально возможного расстояния мы сдвинемся за кадр, где 0 вообще не двигаемся, единица, двигаемся на максимальное, а так как Get Access возвращает значение с такой вот интересной анимацией, что не сразу, оно потихонечку накапливается до единички, то мы плавненько ускоряемся, замедляемся. Также я сделал событие некий Player Death, то есть Player может умереть, мы теперь не связываемся никак, мы просто говорим, окей, когда вот это наступит, пришлите мне, пожалуйста, уведомления. И следствующий метод, он Player Death присутствует, что когда там Player умрет, мы просто отключим управление. То есть не Mover определяет, что ему можно и нельзя двигаться. Нет, он на заднее ответственность, он просто двигает. Это его дело. А как у вас там по правилам игры, что сейчас можно и сейчас нельзя двигать, это пусть определит тот и другой. Мы это определение вынесли в Input. И что уж говорить про Singleton, который магический. Смотрите, я навешиваю на GameObject Music и на Camera Music. Я запускаю сцену, и оба объекта удаляются. Ну, потому что никто так Singleton не делает. Даже если бы здесь была бы нормальная проверка, и автор бы знал, что Destroy вызывается не сразу, он вызывается отложенно, и что в Awake все Singleton проверят друг дружку и прекрасно удалят, то он бы так не сделал. Ну и, конечно же, стоит учитывать тот факт, что это будет работать, только если у вас при переходе со сцены на сцену присутствует Music, потому что у первого Don't Destroy Unloads работал, и Awake уже отработал, и повторно не вызовется. Короче, много у таких вот условностей. Показывать код вот слева так, справа так очень сложно, потому что когда мы говорим не о стилистических моментах, а более таких фундаментальных подходов, прошлый код просто перестает существовать, его сложно сравнить с тем, что есть сейчас. Потому что если бы я переписал проект, не было бы тех компонентов, которые есть в оригинале, нет тех связей, которые есть в оригинале. Вы бы просто смотрели на две разные исходные, на базы исходного кода, и не могли бы сопоставить одно с другим, и это нормально, потому что там сделано неправильно, правильно будет совершенно иначе. Надеюсь, это видео вам помогло, хотя бы не с точки зрения объяснения, а с точки зрения посмотреть, а как можно сделать по-другому. Свои комментарии оставляйте, как ни странно, в комментариях. Я надеюсь, эта рубрика приживется, и в будущем мы будем более целостно и полезно для вас вещать вот эти разницы между одним и другим кодом. На этом все. Всем спасибо. С вами был Роман Сокутин. И подписывайтесь на канал.